Здравствуйте, дорогие друзья! Я часто сталкиваюсь, и многие наши преподаватели сталкиваются с таким вопросом, а чем мы, вот те люди, которые уже входим в такие регулярные занятия, понимаем как-то глубже законы развития, чувствуем вроде бы, что бы нам и как правильно изменить себя и в своей жизни что-то, для того, чтобы правильно включиться вот в эту систему, чем мы можем помочь другому человеку, который нас спрашивает об этом, который обращается к нам по любому поводу, даже бытовому, житейскому, внутреннему, глубокому или какому-то простому совершенно вопросу, вот, и не так просто ответить на этот вопрос, многие приводят примеры и рассказывают, как они попытаются кому-то помочь, и потом приходят к разочарованиям, люди начинают обижаться, не так реагируют, как бы мы хотели на эту помощь, вот, поэтому это на самом деле естественный совершенно вопрос, вообще для всех людей во всем мире, да, как можно друг другу помочь, ну а для нас в особенности, поскольку мы с вами изучаем законы развития и систему высшего управления, и как бы лучше уже понимаем, где мы находимся, в каком мире, как он управляется, как мы связаны с другими людьми, как нам действительно это взаимодействие улучшить, вот, давайте поэтому постараемся вот вместе с каббалистами, как-то приблизиться к правильному ответу на этот вопрос, да, вот первое такое, давайте цитатку прочитаем, конец действия заложен в изначальном замысле, это цитата из Талмуда, очень давно написана, тысячи лет назад, вот, и говорится здесь, она очень часто применяется в разных, цитируется в разных статьях, в общем-то, и таким является, как бы таким слоганом каббалистическим, да, конец действия заложен в изначальном замысле, то есть действительно для того, чтобы понять как-то, вот чем мы можем помочь человеку, мы должны понять, а что собственно, к чему он должен прийти, какой замысел по отношению к нему, и что лучше для него в данном случае, чтобы как-то он приблизился к этому совершенному состоянию, что значит в изначальном замысле конец действия, это значит мы с вами приходим к совершенному состоянию, которое задано нам изначально, каждому из нас, задано совершенное состояние, замысле творения, да, вот, мы с вами пока его не ощущаем, поэтому можем и страдать, и переживать, и расстраиваться, и обижаться, в общем, что угодно с вами может происходить, потому что мы не находимся в этом совершенном состоянии и не знаем еще, как добраться до этого конца действия, к которому мы должны прийти, как нам распутать этот клубок событий, состояния, которые нам нужно пройти, для того, чтобы прийти к этому состоянию гармоничному, совершенному, совершенного счастья, гармонии, ощущения вечности, совершенства, то есть просто выше которого невозможно себя представить. Состояние Творца, состояние абсолютного покоя, с точки зрения, что у меня нет никаких больше недостатков, никаких страданий, и я ощущаю только совершенство Творца, только любовь, только истину, и только то, что я уже в этом нахожусь, и как бы сам чувствую это, то, что я к этому пришел уже, к конечному состоянию своего развития. Вот, так для этого мы должны с вами помнить действительно эти законы, что и мы с вами находимся в процессе этого развития, и хотим прийти к этому конечному, совершенному состоянию. И каждый человек, может быть, просто он еще не находится в процессе своего развития, осознанно, то есть он тоже находится в процессе, но он пока этого не осознает, и поэтому он находится в растерянности, поэтому он обращается часто с вопросами такими. И вот здесь есть, с нашей точки зрения, такой подход. То есть, что бы человек как бы не хотел, и в чем бы он не чувствовал нужду, мы с вами должны понимать, что все это, где он сейчас находится, не осознавая, это его промежуточное состояние, которое способствует, чтобы он сам выбрался из него, чтобы он сам поднялся, чтобы он сам пришел к следующему состоянию, чтобы он, короче говоря, развивался. То есть, вся природа, творец воздействует на каждого из нас только с одной целью, доброй, чтобы мы развивались, чтобы мы рано или поздно пришли к осознанию процесса развития, развивались осознанно, а пока не осознали этот закон развития, развивались неосознанно, но все равно в сторону развития, а не в сторону деградации. Поэтому и мы должны, если человек обращается к нам за помощью, понимать, что в данном случае на него воздействует высшая система и хочет от него каких-то изменений. А человек обычно что хочет? Чтобы воздействие на него изменилось. Не он, чтобы изменился сам, а чтобы на него воздействие высшей системы изменилось, чтобы высшая система перестала на него воздействовать таким образом, как она воздействует сейчас. То есть если ему посылают, допустим, материальные недостатки, может быть болезнь, может какие-то переживания, то это не с точки зрения, чтобы над ним издевается система и хочет, чтобы он страдал, а с точки зрения, чтобы он понял причину воздействия и продвигался правильно к цели своего развития. И вот, соответственно, из этого и мы исходим, что чем мы можем помочь? Если мы начнем помогать человеку изменять воздействие на него или как-то выкрутиться из-под этого воздействия, убежать, то получается, что мы работаем против Творца, против системы, которая развивает этого человека. И что нам в этом случае делать? И вот действительно такой вопрос. То есть человек-то ладно, он может и ошибаться, и пусть он себе набивает шишки, учится на своем опыте, а нам что правильно делать? Вот. И вот нам с вами нужно правильно понимать то, что как бы как правильно перевести его желание на более глубокий уровень и понять, что на самом деле хочет от него высшее управление. И уже попытаться с этой точки зрения как-то потихонечку, по возможности, если вообще можем мы в это дело вмешиваться, ну, оказать какое-то правильное воздействие. Давайте еще одну цитату прочитаем. Шхина пребывает лишь в совершенном месте, не в месте недостатка, не в месте изъяна, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости. Еще раз читаю. Шхина пребывает лишь в совершенном месте, не в месте недостатка, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости. Это цитата из книги Зор. Что такое шхина? Шхина это наша с вами душа, наполненная высшим светом. То есть мы можем, это то состояние, к чему мы, собственно говоря, и стремимся, когда мы приходим вот к этому конечному состоянию своего развития, который в изначальном замысле заложен. Это вот к тому, чтобы шхина пребывала в совершенном месте, чтобы я находился в связи с другими душами, в правильной, каждый из нас находился в правильной связи с другими душами, в одной этой душе общей Адама, и чтобы свет на нас воздействовал, и чтобы мы ощущали это совершенное состояние. И вот здесь как раз и говорится, не в месте недостатка я это ощущаю, не в месте изъяна, не в месте печали, а в правильном месте, в месте радости. И здесь есть такой намек, который нам дает книга Зор, что если я приближаюсь к этому совершенному состоянию, то я ощущаю радость, то есть я как бы становлюсь ближе к Творцу, ближе к совершенному состоянию, более совершенным сам становлюсь, да? И вот это нам может помочь в том числе воздействовать правильно на человека, который обращается к нам за помощью, да? И вот тут мы должны почувствовать, как бы, как его недостаток, который он видит в каком-то материальном виде, в совершенно простом и примитивном, может быть даже, перевести вот в это внутреннее состояние, к которому он должен прийти. И, по большому счету, чем мы можем ему помочь? Только одним, чтобы свет на него воздействовал. Но если он сам активно не включается в систему, то в любом случае мы не должны вмешиваться в его цепочку вот этих причинно-следственных связей и воздействия на него высшей системы, но немножечко дать ему вот это направление выбраться из тяжелых мыслей, из всяких, когда человек себя грызет, когда он себя, как бы, там, ну, находится в каком-то безвыходном, таком, загнанном состоянии, показать ему вот немножечко, чуть-чуть, может быть, даже на своем примере, потому что мы сами не переживаем за свои состояния, за свои события, а мы всегда только находимся в ощущении правильного продвижения к совершенному состоянию. И вот эту нашу уверенность мы можем ему передать. Объяснить это очень трудно человеку, который не занимается, да, своим развитием. Но показать, что у нас есть какой-то ключик, который нам дает это ощущение радости, мы можем человеку. И вот действительно зачастую говорят, что наш с вами положительный пример именно в том, не в том, что мы можем занудно какой-то сейчас закон долго объяснять человеку, который в этом ничего не понимает и не почувствует, а просто показать, что у нас есть что-то такое, чего у него нет внутренне, что вот, может быть, мне тоже тяжело в каких-то жизненных ситуациях, но я не нахожусь ни в грусти, ни в ощущении недостатка, ни изъян этот не ковыряю, как бы не расковыриваю там как-то вот эту рану, допустим, не тереблю там, значит, на нее соль не сыплю, на эту рану, да, не печалюсь, а я нахожусь в радости от своего развития, от того, что я понимаю законы развития, от того, что я продвигаюсь к этой цели. И вот это может дать человеку какую-то правильную такую поддержку, правильный намек и желание, почему-то, посмотри, вот его собеседник может преодолевать трудности, не жалуется на жизнь, идет уверенно вперед с радостью, а я нет, и возможно у него тоже появится вот этот запрос, поиск, а почему бы я тоже не мог бы, допустим, присоединиться вот к этому осознанному развитию, понять эти законы и радостно по ним как бы осознанно двигаться, да. Вот здесь, мне кажется, есть очень хороший такой, ну как бы пример, показать внутреннюю силу, когда она у нас есть, это от духовного развития, и оказать человеку внутреннюю поддержку. Вот, ну и совсем уж простое правило, которое нам не стоит забывать, что если человек не просит помощи, это мы все говорили о случае, если человек просит помощи, если он сам обращается, ну скажи, ну помоги, что делать, как выйти из этого, как вот как-то выбраться из своих трудностей, как-то вот включиться в какую-то положительную волну, там может быть в жизни, в развитии, там и так далее, в своем. Но если человек не просит, не просит нас, то вообще надо иметь в виду, что нам нельзя, ну как бы без его просьбы, без запроса, на него каким-то образом, ну так сказать, оказывать давление, да. Поэтому есть такое, ну простое правило, не просит, не предлагай, не просит, не помогай. То есть это тоже, оно исходит из духовных законов, потому что если у меня есть ощущение недостатка правильное, и запрос на его наполнение изменений, я буду просить, я буду искать, я буду открыт для того, чтобы получить какую-то поддержку и помощь. Если же я и этого не понимаю, что я готов получить поддержку и просить ее, то нельзя человека насиловать, если он закрыт, если он не хочет никакой поддержки, поэтому мы должны его оставить в покое и просто с ним, ну как бы на простом уровне, ну так, дать какую-то там, не знаю, поддерживающую там реплику, но не более того. И даже, ну не знаю, можем ли мы это контролировать, но может быть даже он не почувствует и нашего уверенного состояния, а может быть и почувствует. В общем, здесь просто важно нам иметь в виду, что мы не должны вмешиваться в систему, когда система высшего управления работает с человеком. Вот мы просто должны во всем чувствовать это дыхание, этого закона развития, этой всей системы, да. Вот, и тогда, тогда мы найдем в каждой ситуации правильное решение, действительно, и человеку можем поддержать, и сами правильно позиционировать себя по отношению ко всей системе развития всего творения. Ну вот, давайте подумаем на эту тему, наверняка таких много у нас жизненных ситуаций возникает, будем искать в каждой из них правильное решение, с желанием, конечно, поддержать всех, каждую душу, потому что мы очень хотим, чтобы все включились в процесс развития, и все стали осознанно развиваться, и чтобы все включились в нашу методику, которая позволяет развивать нашу душу, понимать систему высшего управления, стать ее органичной частью. Вот, пожелаем этого нам всем, ну и всем людям, которые к нам обращаются за помощью. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите. Всего доброго, до новых встреч.